всем привет и добро пожаловать в понедельничный выпуск news блока крипто на канале крипто commons сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о том как bitcoin киты поедают планктон как китай вступает в гонку и т.ф. как власти финляндии смогли отследить транзакции монера а кевин свэнсон смотрят на ситуацию и видит прогнозы по рынку крипто никакой лирики только самый сок и важные выводы оставайтесь с нами и так bitcoin киты подросли на 3 миллиарда долларов они сначала этого года активно закупаются по данным аналитической компании into the block кошельки содержащие не менее 1 тысячи биткоинов увеличили свои запасы на 3 миллиарда долларов или примерно на 76 тысяч биткоинов на сегодняшний день киты владеют ошеломительными семью целыми и 8 десятыми миллиона биткоинов совокупная стоимость которых составляет примерно 294 миллиарда долларов с начала этого года число биткоин кошельков содержащих не менее 1 биткоина резко сократилась аналитическая компания sentiment сообщает о снижении стоимости этих кошельков на 0 94 процента что говорит о закрытии своих позиций участниками рынка или их возможной ликвидации в результате недавнего спада однако экстраполируя исторические тенденции сантимент указывает что рост цен вполне возможен по ее мнению снижение количества кошельков меньшего размера является признаком капитуляции которая может привести к потенциальному отскоку цен в следующие недели без лишних спекуляций от себя добавлю при любом падении на рынке начинает расти напряжение вопрос лишь в том насколько глубоко это напряжение входит внутрь толпы и судя по цифрам озвученным выше стряхнула похоже так называемые слабые руки поэтому мы с вами будучи уже не первый год знакомы с этим рынком держимся дальше и продолжаем наблюдать лишь напомню что не при каких раскладах все что говорится в этом выпуске не является финансовым советом идем дальше китайский фонд джиан харвист подает заявку на spot bitcoin и тиф в так называемый сек гонконга на прошлой неделе 26 января одна из крупнейших фондовых компаний китая harvest hongkong подала заявку на одобрение спотового bitcoin и тиф комиссию по ценам бумагам и фьючерсам при этом harvest фонд не единственный игрок в гонке за спотовым bitcoin и тиф другие финансовые игроки такие как венча smart financial holdings limited также рассматривают запуск аналогичного продукта аналитики с фондового сектора гонконга полагают что копирование подхода со спотовым bitcoin и тиф в сша может привести к аналогичным результатам дальнейшее спекулирование мы с тобой дорогой зритель оставим экспертом а сами как обычно почитаем между строк и так что мы имеем вторая крупнейшая экономика мира в которой одна из крупнейших фондовых компаний подает заявку на bitcoin и тиф отлично понимая и наблюдая всю историю развития этого процесса из сша который один из самых ярых и строжайших борцов за безопасность инвесторов после непрерывных десяти лет отказов все-таки spot bitcoin и тиф одобряет какова бы ни была дальнейшая история с этим одобрением это беспрецедентное событие и означает оно лишь только одно азия вступила в большую игру финские власти отследили транзакции манера связанные со взломом вастаму сообщается что национальное бюро расследования финляндии отслеживала манера в рамках расследования уголовного процесса юлиуса александрике в мяке и в мяке обвиняется во взломе базы данных частной психиатрической компании и требования выкупа в криптовалюте по данным финской полиции хакер получил выплату в биткоинах и отправил средства на биржу которая не использовала принцип зная своего клиента или кей оси после обменял их на манера а затем перевел средства на отдельный кошелек манера по имеющимся данным средства позже были отправлены на бинанс снова обменены на bitcoin и переведены на разные кошельки местные власти сохраняют конфиденциальность и не раскрывают никаких дополнительных подробностей о своем анализе блокчейна что в этой новости важно прямых доказательств что конфиденциальность сети манера была подвергнута риску у нас нет при этом очень важно понимать что хоть разработчиками манера и утверждается ее полная анонимность это не совсем так все дело в том что если вы раз из раза повторяете транзакции с одних и тех же адресов то по анализу перемещаемых сумм и адресов все-таки на вас выйти можно другими словами из-за неосторожных и системных транзакций вас вычислить получится точнее может получиться но с учетом сказанного в новости таких транзакций было мало зато в цепочке имели место такие узлы как биржи хоть и без кей вайси а значит а пользователи собирали очень много информации включая адрес электронной почты айпи адреса и возможно много другой уникальный хоть и не идентифицирующий пользователя информации поэтому правильным контекстом новости скорее всего будет то что транзакции манера стали лишь частью успешного расследования где их принадлежность пользователю выяснили через другие признаки однако дорогой зритель если ты все-таки заморачиваешься на своей конфиденциальности транзакций в крипто то лучшим способом защитить себя будет использование z-адресов криптовалюты zcash если тебе интересны подробности того как это работает то напиши об этом в комментариях и возможно в ближайшее время мы выпустим на эту тему специальный ролик главное будь законопослушным и не делай плохих дел и завершает наш выпуск кевин свенсенс анализа макро и микро ситуации в рынке а также с некоторыми вперед идущими выводами относительно того что в будущем нам следует ожидать из данной ситуации кевин тебе слово по мере того как индекс s&p 500 намерен перебить свой исторический максимум bitcoin формирует свой очередной крупнейший восходящий низ это именно то о чем мы с вами дорогие друзья уже некоторое время говорим к этому многие относятся сомнением а некоторые даже не хотели слышать но вот мы здесь и в противовес толпы bitcoin сформировал восходящий низ но самый интересный график для биткоина это недельный текущая недельная свеча биткоина в настоящий момент поглощает тело предыдущей недельной свечи посмотрите это очень бычий сигнал это называется бычий молот и все это внутри крупнейшего тренда и если мы с вами вернемся обратно на дневной график биткоина то увидим что до наскок произошел именно там где должен быть и теперь 38 к это зона поддержки это конструктивное движение цены предыдущее сопротивление стало новой поддержкой но давайте-ка ребята посмотрим на магди особенно на недельном таймфрейме магди нам показывает что в настоящий момент у нас есть отрицательный импульс и мы приближаемся к нулевой отметки магди но если у нас получится избежать пересечения движения вниз и мы вернемся снова в нейтральную зону гистограмма магди отскочив вот отсюда то это покажет высокую степень наличие сильного импульса если мы посмотрим на историю взглянем на 2020 прямо перед крупным забегом прямиком до 65 тысяч перед преодолением исторического максимума на недельном графике bitcoin сидел на уровне 9 10 тысяч недельный магди формировал негативный импульс но у нас получилось избежать падение вниз все закончилось отскоком цена снова пошла вниз bitcoin снова показал негативный импульс и даже как бы образовался ложный пробой мы немного ушли вниз но поддержка устояла но у нас ни разу не было подтверждение падения цены цена формировала восходящие низы и это бы не произошло если бы у нас вылез нисходящий низ вместе с пробитием магди вниз вот тогда бы медвежатины запахло но этого ни разу не произошло у нас были восходящие низы а магди двигался вверх показывая о позитивном импульсе то есть мы смогли избежать медвежьи нотки на магди и аналогичные вещи происходят именно сейчас сейчас формируется этот негативный импульс но если у биткоина получится отскочить вот отсюда что похоже недельная свеча именно и делает если свечка отсюда отскочит то это будет большой уверенностью в том что быки удерживают сильный импульс и мы вероятно увидим движение на новые вершины кивин большое тебе спасибо лично мне нравится твое обоснование ситуации с использованием максимума аргументов и минимума личных доводов в любом случае ты правильно отметил сказав о том что рынки являются хаотичными и с абсолютной уверенностью сказать о будущем совершенно нельзя и хоть мы дорогой зритель об этом с тобой прекрасно знаем лишним такое напоминание не будет ровно как и то что если тебе нравится такой контент то отблагодари команду крипто команд своим лайком подпиской и незаменимым комментарием это будет не просто круто а побычи круто на этом у меня все я желаю тебе отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске в следующем выпуске